Новая Одесса Новая Одесса Новая Одесса Новая Одесса Движение в центре города оказалось парализовано. Подробности в сюжете Дмитрия Далматова. Новая Одесса 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 В реализованных странах забота о сотрудниках, в том числе и поддержание уровня профессионализма – обязательная задача учреждений. У нас это возводится в ранг благоденствия. В попытке хотя бы как-то соответствовать своему цельному назначению, городской центр занятости выдал целых пять ваучеров для повышения квалификации. Прежде всего требования к претендентам на получение ваучера. Я еще раз повторяю, 45 лет и больше, но не достижение пенсионного возраста, не менее 15 лет страхового стажа и обязательно наличие образования либо профессионально-технического, первичного, скажем так, либо высшего образования. В очередной раз система дает сбой. Во-первых, для реализации необходимы миллиардные затраты из бюджета, а это значит, что придется урезать другие расходы, которые непосредственно отразятся на безработных. Во-вторых, значительно уменьшится количество выделяемых бюджетных мест для выпускников школ. Часть квоты отдадут людям с опытом работы. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса. Регулярные одесские наводнения превращают улицы в реки, площади в озера, а сам город в Венецию. Правда, туристов такие обстоятельства не привлекают. Да и сами одесситы порядком устали платить за испорченную водой обувь и машины. Причина – непрочищенные ливневки. С тех пор, как коллекторами стало заниматься КП «Гордороги», мало что изменилось. Но коммунальщики говорят, гордиться есть чем. Проверяла Валерия Наумова. Этот четырехколесный малыш – основная часть мобильной диагностической лаборатории системой телеинспекции. За длинным названием – микроавтобус «Мерседес» с рубкой для наблюдения, лебедки и сам аппарат для передвижения камеры. Весь комплекс предназначен вовсе не для очистки коллекторов, а для контроля работы гидротехнических установок, которые прочищают ливневки. Производительность такого агрегата невысока. Бывает за день можно пройти 100 метров, 200 метров, а если загрязненный, надо прочистить и проходить дальше. Рассматривать, потом, естественно, еще раз контрольный, сделать осмотр, все ли вычищено, все ли там в порядке. Стоимость установки – 2,5 миллиона гривен, а на содержание требуется еще 200 тысяч ежемесячно. В Черкассах за такой же заплатили миллион гривен. Кроме того, комплекс не принадлежит коммунальщикам, они арендуют его у города. По документам, покупка комплекса датируется 2008 годом, однако в эксплуатацию робот введен только в апреле этого года. Где и зачем техника ржавела предыдущие пять лет – неясно. Да и используется комплекс не так часто. Мы 3-4 раза в неделю машина выезжает и обследует результаты выездов работы каналопромывочной машины. Если учесть, что в городе почти 5 тысяч коллекторов, а такими темпами больше двух сотен не обслужить, то едва ли коммунальщики способны своевременно и навсегда избавить Одессу от сезонных потопов. Состояние коллекторов и ливневок оставляет желать лучшего. Дорогостоящая машина не решает проблемы, а город вынужден платить не только за ее обслуживание, но и за последствия наводнений. Валерия Наумова, Тарас Осипов, Новая Одесса Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть интересная информация и вы хотите, чтобы весь город узнал о ней, звоните нам. Телефон горячей линии 706 38 96. 706 38 96. Наш выпуск завершает прогноз погоды. Увидимся в 19 часов. В студии была Екатерина Ирская. Хороших новостей и удачного дня. Прогноз погоди від страхової компанії ТЕКОМ За данными Центру погоди, у п'ятницю 31 травня в Одессі протягом дня буде ясно. Вітер південний південно-східних напрямків 4,7 метрів на секунду. Атмосферний тиск нижче за норму 750 міліметрів втутного стовпа. Відносно вологість повітря 80%. Температура повітря вночі 16 в день 20-22 градуси з позначкою «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТЕКОМ. Впевненість у квадраті. ТЕКОМ. 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 ТЕКОМ.